Алене Писемских всего 9 лет, но ее уже можно назвать опытной моделью. Курганская школьница неоднократно побеждала в международных фестивалях. В прошлом году в Болгарии она взяла гран-при в свои номинации и стала принцессой вселенной. На днях Алена привезла из Москвы самый значимый для нее титул – «Мини-мисс России-2015». «Мини-мисс России» – это арт-фэшн в городе Москве. Все их конкурсы мы посетили. На всех их конкурсах мы заняли практически первые места. И сейчас у нас гран-при, то есть она является официальным представителем маленькой «Мини-мисс России» на весь этот год. И больше, выше ничего нет. Услышать свое имя в статусе победителя на большой сцене мечтает каждая девочка. Алена Писемских до сих пор не может привыкнуть к эмоциям, возникающим во время церемонии награждения. Еще тяжелее, когда интрига сохраняется до самого конца. И только после драматичной паузы называют фамилию самой красивой девочки России или мира. У меня было такое… Я сначала не поверила. У меня был такой восторг, счастье. Ну, мне нравится. Я знакомлюсь с детьми, набираюсь опыта. Трудно поверить. Но до четырех лет Алена была очень стеснительным и замкнутым ребенком. И только сцена смогла раскрепостить девочку. Вот уже пять лет юная модель занимается в Театре моды «Альтернатива». График у Алены очень плотный. Занятия в модельной школе, фотосессии, поездки. Она изучает иностранные языки, рисует и лепит из глины. С учебой у Алены проблем нет. Феноменальная память второклассницы позволяет ей с легкостью учиться на одни пятерки. Каждые три месяца новый конкурс. И девочка признается, что иногда появляется усталость, а затем и страх. Страх допустить ошибку. Но с каждым разом она доказывает, что потраченные время, силы и нервы не проходят даром. Уверенность в себе и фундамент для будущей жизни – вот что выносит девочка с каждым конкурсом. Эмоциональные вложения, конечно, очень большие. Это очень сложно маленькому ребеночку выйти на сцену, когда очень большая аудитория, когда тетеньки и дяденьки серьезные в открытом голосовании голосуют, ставят оценки и говорят свои комментарии. Это сложно, трудно справиться со своими эмоциями. Также тяжело справляться и с багажом. В каждой поездке мама, бабушка и дедушка сопровождают Алену с огромными чемоданами, где одно только платье весит около 16 килограммов. Всего в фестивале предполагают выход более чем в 10 нарядах. То, что она участвует в этих конкурсах, это закаляет. Это потом пригодится в жизни, потому что жизнь довольно-таки сложная такая. И умение владеть собой в любой ситуации – это пригодится. Она стала разбираться в вещах, сочетаемое-несочетаемое, уже смотрит ткани, которые идут, которые не идут. То есть уже вкус развивается. А в дальнейшем это пригодится. Бабушка Алены искренне считает, что даже в таком маленьком провинциальном городе много талантливых детей. Задача родителей – вовремя заметить талант и отдать ребёнка в профессиональные руки. Главное – помогать и поддерживать. Остальное окупится. Теперь самая красивая девочка страны поедет в Доминиканскую республику, где с 1 по 8 сентября выступит в фестивале «Красота мира». Конечным пунктом станет поездка в Голливуд на фестиваль «Мини-мисс World Fashion». Лилия Тельняк, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.